Недельная глава Тора И одна из главных это дать определение, что такое грех Это одна из главных От Писания Римлянам, пятнадцатая глава Она говорит Ибо и до закона грех был в мире Но грех не вменяется, когда нет закона Как бы да, вместо Писания, что закон он все-таки указывает Потому что люди могут делать, что хотят, когда нет закона И второй очень важный момент Мы знаем, что закон он привел нас к Ишову Мессии То есть где-то в Дильках Христу об этом говорит Писание И эта книга Шмот, исход, двадцать первая глава С первый стих по двадцать четвертую, восемнадцатый стих Что в этой главе говорится После откровения на Синае Бог заповедует народу Израиля серию законов Это включает в себя какие законы О рабе-евреи, наказание за убийство, похищение, насилие за воровство Законы гражданского права и возмещения ущербов Предоставление займов, ответственность за веренное имущество И правила, обеспечивающие справедливое судопроизводство И также упомянутые законы, остерегающие против притеснения пришельцев Законы соблюдения сезонных праздников, приношения плодов И так далее То есть много законов Здесь мы видим в Торе, что Тора, она не только говорит о духовных каких-то законах Или духовных правилах То есть как, допустим, молиться Как в храме Как себя вести Что делать в храме Поклоняться Богу То есть в храме Она касается всех сфер жизни Потому что наша жизнь, она имеет не только духовную часть Ну это главное, да? Но имеет еще много Мы живем в этом мире Она имеет, как бы, да? Социальную часть Моральную часть Этическую Практическую И много И это говорит о том, что Бог, Он хочет Чтобы везде был, ну, порядок Бог, Он хочет Везде, ну, находиться Не только, знаете, там, ну В храме, там, или еще То есть Он везде Когда мы общаемся с людьми Когда мы что-то делаем Когда мы принимаем какие-то решения Как, правда, то есть Бог, Он хочет везде Быть участниками Это очень важно И мы знаем, что, да, в этой главе Больше говорится об отношении к человеку Именно вот, именно вот законы Бог дал именно отношение, ну, к людям И мы знаем, что, да, есть 10 заповедей Все знают, да? И знаете, что 10 заповедей Они, как бы, делятся на две такие части Мы знаем, то есть первое Это отношение с Богом, да? То есть возлюби Господа Бога твоего То есть поклоняйся Да не будет у тебя иных богов, кроме меня То есть отношение И вторая часть Она относится именно отношение к людям И мы на этом больше сделаем, как бы, свой, как бы, акцент Отношение к людям, там, мы знаем Не завидуй, не говори ложного свидетельства Там, не пожелай, не возжелай, да? Ну, еще, как бы, вы знаете То есть, да, это отношение уже к людям И иногда люди говорят, что с Богом у меня все хорошо У меня все классно У меня есть отношение с Богом Ну, а вот с людьми как-то не очень Да, в принципе, как бы, и не важно Главное иметь отношение с Богом, правильно? Ну, как вы думаете? Главное отношение с Богом А с людьми как-то не совсем, в принципе, как-то важно Вот я с Господом один на один молюсь, получаю от Господа слово Откровение У меня есть отношение Я столько времени провожу с Богом А люди как-то, ну, это ж люди, человеки несовершенные Но вы знаете, Писание, оно говорит, что это очень важная часть И она неразделимая Писание говорит, что мы не можем разделять Если у меня с Богом все хорошо, а с людьми не столь важно А тут просто вопрос такой А хорошо ли у тебя тогда с Богом, если с людьми не столь как бы важно И Писание об этом говорит Что отношение с людьми напрямую связано с отношением с Богом Я хочу открыть местописание Это 1 Иоанна 4 глава с 20 стиха И тут написано Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец Ибо не любящий брата своего, которого видит Как может любить Бога, которого не видит И мы имеем от него такую заповедь Что любящий Бога должен любить и брата своего Видите, заповедь, она неразделимая То есть любовь к Богу равно любовь к ближнему И оно не разделяется То есть если мы не любим людей Ну, тут больше касается именно, ну, братьев Конечно, братьев Тут сестер она не касается Я думаю, тут ко всем, да, то есть всех, кто верит То есть твой круг, как бы, да Людей, которые верят То есть оно Бог, он не раз... Помните, Ишово он говорил Да есть две главные заповеди Я думаю, они тоже не разделены Возлюби Господа Бога твоего И ближнего И, то есть, ну, как самого себя И дальше И мы имеем от него такую заповедь Что любящий Бога любит и брата своего И хочу еще от Матфея зачитать Пятая глава двадцать первого стиха Вы слышали, что Нашим отцам было сказано Не убей, ибо всякий убивающий будет осужден А я говорю вам, что всякий Таяющий злоба на своего брата Будет осужден Всякий, называющий своего брата Никчемный человек Я читаю с еврейского перевода Будет судим Синедрионом А всякий говорящий глупец Навлекает на себя наказание огнем Гехенома То есть, наказание огнем Даже, ну, думаешь, вроде Ого То есть, это, ну, очень, как бы Важная, как бы, часть И если ты приносишь дар На жертвенник храма И вспоминаешь, что брат твой имеет Что против тебя Туда став твой дар Возле жертвенника И пойди, примирись с братом Затем приходи и приноси Жертву свой дар То есть, Господь иногда Возможно, не слышит нас Потому что у нас есть Какие-то неправильные отношения К братьям, к сестрам И мы хотим, чтобы Бог что-то сделал Что-то ответил Но Писание, оно говорит Что если есть какие-то разрывы Конечно, я понимаю, что Ну, от нас Ну, от нас мы должны все сделать Для того, чтобы иметь примирение Я понимаю, что другая страна Она, может, не хочет иметь примирение Ну, бывает такое Ты не можешь Ну, главное, что в наше сердце Наша, как бы, часть Как бы, нашей жизни Она желает иметь примирение И я думаю, что заповедь Отношения к людям Она непосредственно связана К заповеди отношения к Богу Или наоборот Заповедь отношения с Богом Будет отображаться в отношении к людям Как говорится Возлюби Бога Потом ближнего своему себя И это, знаете, закон Следственной связи Если на самом деле мы любим Ну, Бога У нас есть отношение к Богу То оно будет иметь Связь Отношению и К ближнему То есть брату или сестре И так же здесь говорится Вообще, знаешь, когда человек Ишуа говорит Что мы письмо читаемое Если у нас есть отношение с Богом То я думаю, что порядок будет во всех сферах И в финансовой сфере И в отношениях с людьми Как тут, да, кажется Там, помните, он говорил Да, дает законы о том Что если кто-то тебе что-то поручил То должно быть хорошее отношение Не думаю, что это именно Ну, бывает иногда человек говорит Вот, допустим, вот машина Ты можешь попользоваться ей Ну, человек пользуется А может эта машина Уже не его, а моя Ну, это как бы неправильно Поэтому Если есть отношение с Богом То будут отношения и с людьми Если в социальных сферах порядок То То, что не То, что не так Если в социальных сферах беспорядок То что-то не так в отношениях с Богом И мой посыл, да, о чем? Что отношения с Богом Они напрямую связаны В отношении с братом или сестрой И эти заповеди, они не Ну, не разрывны И это нужно, ну, как бы знать и понимать Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok